Для восстановления исторической справедливости и правоазербайджанцев, изгнанных с их исконных земель, община с западом Азербайджаном выдвигает концепцию безопасного и достойного возвращения на родину. Этот документ является ответом на трагические события прошлого, когда все проживающие в Армении азербайджанцы были изгнаны оттуда в результате этнических чисток. Для начала необходимо обратиться к истории. Азербайджанцы являются коренным населением Южного Кавказа. Территория Ириванского ханства, за исключением периодов правления различных империй, начиная с древнейших времен, всегда входила в состав азербайджанских государств. Эти земли были одним из регионов совместного и самого мирного сосуществования азербайджано-тюркских племен. Однако в результате целенаправленной политики этнических чисток сотни тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть свои исторические земли. Этнические чистки, совершенные против азербайджанцев, в большинстве случаев были результатом системной деятельности государственных органов и осуществлялись путем насилия, массовой резни и других преступлений против человечности, а также грубых нарушений прав человека. Этот процесс был особенно тяжелым и беспощадным в 1905, 1906, 1918, 1921, 1948, 1953 и 1987-1991 годах. Так, решение о переселении азербайджанского населения из Армянской ССР в Кураараксинскую низменность Азербайджанской ССР было принято постановлением Совета министров СССР от 23 декабря 1947 года за подписью Сталина. Согласно указу, предполагалось выселить все азербайджанское население Армении численностью 100 тысяч человек в течение 1948-1950 годов. Последняя волна изгнания пришлась на 1987-1991 годы, когда в условиях развала Советского Союза все азербайджанское население было вынуждено бежать с территории Армении от продолжающихся погромов и насилия. Таким образом, территория Армении оказалась фактически моноэтничной. В документальном фильме «Солдат империи», вышедшем в эфир в 2013 году, известный российский писатель и журналист Александр Проханов вспоминает, как армяне пытали азербайджанцев в Гафане, издевались над ними и изгоняли с родных земель. Незадолго до этой катастрофы, там есть такой городок Кафан, милый городок с троллейбусами, с чудесными домами. Армянский городок. И в этом городе, и в окрестностях Кафана, тогда жили азербайджанцы, целое поселение азербайджанцев. И уже тогда я понял на расстоянии каких-то глухих недовольств, противоречий. Армяне роптали азербайджанцев, винили их в том, что они захватили их земли, что они пользуются их водой. И это кончилось тем, что совершилось изгнание. Было изгнание кафанских азербайджанцев. Армяне сгнали их в своей территории, и это был трагический исход. Это была первая такая этническая чистка. Когда азербайджанцы, дети, матери с грудными детьми, старики, мужчины, они шли через перевалы, через снега, падали, замерзали. Они ушли с этих насиженных земель, своих поселков, своих садов. При этом уничтожались азербайджанские селения, историко-культурные и религиозные памятники. Словом, стирались любые следы азербайджанского присутствия. Западные азербайджанцы являются общиной, неоднократно подвергавшейся незаконной депортации. Их права должны быть восстановлены, и они должны вернуться на родные земли. Говоря об этом, я предполагаю, что в Армении вновь начнется очередная истерика. Мол, Азербайджан пришел оккупировать нас и прочее. Нет, мы хотим сделать это мирным путем. Мы хотим обеспечить свои права мирным путем. Еще раз хочу сказать, что все конвенции признают это право. Концепция представляет собой комплексное предложение по восстановлению прав и возвращению вынужденных переселенцев на их историческую родину в Западный Азербайджан. Документ имеет глубокий исторический и социально-политический контекст, затрагивая вопросы справедливости, межнационального мира и примирения в регионе. Учитывая многолетнюю кампанию азербайджанофобии, развернутую в целом в Армении, а также вспоминая те акты насилия и изгнания азербайджанцев с территории республики Армения, где они веками проживали, конечно же, необходим последовательный системный подход и продуманная система обеспечения безопасности тех, кто вернется туда в места своего проживания в Западном Азербайджане. Основными целями и принципами деятельности реализуемой концепции возвращения являются достижение международного соглашения о безопасном и достойном возвращении азербайджанцев в родные края, обеспечение процесса возвращения соответствующими программами по безопасности, гуманитарной и социально-экономической помощи, установление международного контроля для предотвращения повторных выселений и дискриминации возвратившегося населения, обеспечение устойчивой реинтеграции вернувшихся лиц посредством мер по восстановлению и примирению под международным контролем. Многие наши исторические места проживания, абсолютно большинство из них совершенно пусты. Мы знаем это. Мы хорошо знаем наше прошлое. Каждый уроженец западного Азербайджана хорошо знает места, где жили его предки. Сегодня эту информацию можно получить различными путями. В большинстве мест, где жили азербайджанцы, никто не проживает. Республика Армения должна сделать свою национальную правовую базу, доступной для азербайджанской общины, обеспечить равные права азербайджанцев, дать им возможность учиться на родном языке, использовать азербайджанский язык в законодательных, исполнительных и судебных органах. Армения в целях полного обеспечения защиты прав азербайджанцев для усовершенствования своего законодательства должна начать конструктивный диалог с общиной в рамках правовых консультативных, мониторинговых и контрольных механизмов, соответствующих международных институтов. В концепции говорится, что по причине совершения масштабных и систематических актов насилия со стороны правительства Армении по отношению к азербайджанцам, община не доверяет вопросу безопасности этому государству и считает важным размещение на территориях, подлежащих возвращению западных азербайджанцев, международной миссии по безопасности, соответствующим мандатам, состоящих из сил стран, которым они доверяют. Миссия должна быть развернута до возвращения, должна взять под контроль соответствующие районы, иметь гражданско-военные связи, полномочия полиции и гражданской администрации и действовать до тех пор, пока община сочтет это необходимым. Это длительный процесс, несомненно. Говорится о том, что в течение короткого времени все наладится и все будет в порядке. Думаю, что нет оснований. Но должна быть создана международная миссия. Возможно, это будут наблюдатели, возможно, это будет какая-то группа, состоящая из представителей ряда независимых, нейтральных, азиатских государств, которые не вовлечены в конфликты, происходящие в целом в мировой политике. И главное еще и состоит в том, чтобы обеспечение прав безопасности азербайджанцев было обеспечено со стороны руководства Армении. Должны быть внесены поправки в Конституцию, основной закон. Пункты, связанные с безопасностью и правами азербайджанцев, проживающих на территории Армении, должны быть четко обговорены и зафиксированы в ряде основополагающих документов. И я думаю, конечно, должны быть созданы соответствующие структуры правоохранительного характера. Возможно, здесь должны быть какие-то системные подходы представительства в судах, представительства в прокурорских органах, с тем, чтобы азербайджанцы не подвергались насилию со стороны местных органов и со стороны центральных органов этой страны, этой республики. В концепции говорится, что община должна быть представлена в качестве заинтересованной стороны в формулировании мандата и формате управления международной миссией по обеспечению безопасности. Принимая во внимание, что адекватное участие в вопросах правоохранения и правосудия является необходимым условием, должны быть созданы возможности для того, чтобы азербайджанцы формировали местные силы безопасности и занимали определенные позиции в судах. Армения несет ответственность в отношении правонарушений, совершенных против азербайджанцев, в том числе за устранение последствий нарушения прав собственности. Правительство Армении должно обеспечить возврат имущества и общинных земель, принадлежащих азербайджанцам, выплатить компенсацию за имущественный ущерб и убытки, причиненные воспрепятствованием использованию имущества. Должны быть оплачены все расходы, связанные с восстановлением прав собственности азербайджанцев и приняты другие необходимые меры. Рассматривая концепцию азербайджанцев западного Азербайджана с точки зрения требований от Армении возвращения их имущества, а также, скажем, компенсации, это сложный процесс, долгий процесс. Должен сказать здесь, как включают себя основы международного права, так и международной политики. Это должно производиться в совокупности, поскольку определенных четких механизмов касательно каким образом, скажем, бывшие граждане Армянской ССР смогут получить компенсацию несколько сложно, поскольку наиболее действенный институт, который мог бы, скажем, быть использован для того, чтобы получить необходимую правовую защиту, а также компенсацию, является Европейский суд по правам человека. Однако, отмечает политолог, и Армения, и Азербайджан вступили в Совет Европы уже после того, как азербайджанцы были насильственно изгнаны из Армении. В этом аспекте, конечно, обратной правовой силы уже нет. При этом, по словам Ибрагимова, уже имеются прецеденты дел, в соответствии с которыми Армения вынуждена рассматривать вопрос компенсации. Есть решение Европейского суда по правам человека по делу Чирагов и другие против Армении 2015 года. Речь идет о вынужденных переселенцах и злочина, которые потребовали от Армении компенсировать невозможность находиться на родной земле, жить в своих домах. Суд вынес положительное решение по этому вопросу в пользу истцов. В концепции отмечается, что против западных азербайджанцев была совершена большая несправедливость. И речь в данном случае не только об этнических чистках. В дома изгнанных азербайджанцев в дальнейшем были переселены люди из других мест. Сохраняя это болезненное прошлое в памяти, община принимает, что обеспечение мира и развития возможно только через примирение. Западные азербайджанцы готовы принять эту ситуацию и мирно, бок о бок, жить с армянами, переселенными на их родину из других стран. В концепции говорится, что община будет прилагать усилия для прекращения политики и практики Армении, насаждающих ненависть и дискриминацию в отношении азербайджанцев, немедленного прекращения прославления лиц, совершивших преступления против азербайджанцев. Община будет ратовать за передачу этих лиц суду, а также выступать за снос памятников военным и политическим деятелям, террористам, участвовавшим в преступлениях против азербайджанцев. Также западные азербайджанцы намерены прекратить практику изменения географических названий. В период Второй мировой войны нацистский режим Германии осуществлял геноцид еврейского народа. По одному только этническому признаку людей депортировали, бросали в концентрированные лагеря, массово убивали. В результате Холокоста погибло около 6 миллионов евреев. После войны и краха нацизма выжившие евреи начали возвращаться в страны прежнего проживания. Еврейская община Германии постепенно возрождалась. Несмотря на пережитые ужасы Холокоста, многие евреи в дальнейшем выбрали эту страну своим домом, внеся вклад в ее послевоенное восстановление и развитие. Сегодня в Германии проживает около 200 тысяч евреев. Правительство Германии принесло официальные извинения еврейскому народу и выплатило компенсации пострадавшим. Это способствовало процессу примирения и восстановлению доверия между народами. Как и Германия после Холокоста, правительство Армении несет моральную и материальную ответственность за этнические чистки и депортации азербайджанского населения. Эти события привели к массовому изгнанию сотен тысяч азербайджанцев из исторических мест проживания на территории Западного Азербайджана. При этом были разрушены многие культурные и религиозные памятники азербайджанского народа. Реализация концепции безопасного и достойного возвращения западных азербайджанцев, безусловно, требует принесения публичных извинений со стороны официального Еревана. Кроме того, необходимы программы выплаты компенсаций пострадавшим, восстановления их прав собственности. Это будет способствовать историческому примирению армянского и азербайджанского народов. Реализация концепции означала бы признание Арменией ответственности за совершенные в прошлом преступления, отказ от политики ксенофобии и этнических чисток. Западный Азербайджан наша историческая земля. Это подтверждают многочисленные исторические документы, исторические карты, наша история. Но, к сожалению, армяне сравняли с землей и уничтожили все наши исторические и религиозные памятники в Западном Азербайджане, так же, как они это сделали в Карабахе. Они хотели стереть историческое наследие азербайджанцев, но не смогли добиться этого, потому что есть история, есть документы, есть карты. В результате начавшейся в 1988 году этнической чистки армянами были захвачены имущества и образцы культурного наследия сотен азербайджанцев, 3500 исторических и культурных памятников, 500 кладбищ, 391 мечеть, принадлежащие Азербайджану, были разрушены и полностью уничтожены армянами на территории сегодняшней Армении. Уничтожение азербайджанского культурного и исторического наследия было подтверждено в ходе съемок телеканалом Си-Би-Си документального фильма «Скрытое наследие Еревана». Несколько недель съемочная группа работала в Ереване, документируя объекты историко-культурного значения, связанные с азербайджанским народом. Были проведены съемки мечети Тепе-Баши, где сейчас проживают армянские семьи. Стало известно, что французские и американские инвесторы планируют снести остатки мечети вместе с кварталом, где ранее жили азербайджанцы. Съемочная группа побывала в доме сына Панахана Макинского Алихана. Кадры запечатлели плачевное состояние некогда величественного особняка. Также съемки прошли на месте, где ранее находилась мечеть Саардара. До недавнего времени о ней напоминала лишь сохранившаяся стена. Сама мечеть была преднамеренно снесена армянами. Съемки проводились внутри и снаружи голубой мечети в Иреване, а также в селе Джафарабад. Нынешнее название Аргаванд, где располагается мавзолей эмира Саада. Выяснилось, что объекты азербайджанского культурного наследия в Армении в основном разрушены, а немногочисленные уцелевшие позиционируются как персидские или туркменские памятники. Процесс примирения это очень длительный процесс, судя по многолетней вот этой вот кампании, которая проводилась в Армении и на правительственном официальном уровне, и на уровне общественности, и со стороны радикальной реваншистских сил. Этот процесс необходимо просто как бы ну сделать более последовательным, системным и конечно же отвечающим интересам азербайджанцев, которые будут проживать на территории западного Азербайджана. тут должны сыграть свою роль и правительственные органы, и правоохранительные структуры, и конечно же средства массовой информации. Община будет прилагать усилия для того, чтобы добиться с участием специализированных ведомств ООН оценки состояния культурного наследия, принадлежащего азербайджанцам в Армении, разработки списка разрушенных и уничтоженных объектов культурного наследия, и обеспечения выполнения Арменией обязательства для их восстановления и охраны. С точки зрения международной политики, если уж будет в переговорном процессе продолжаться обсуждение, скажем, подписания мирного договора с Арменией, то в этих рамках, конечно, могут быть потребованы также рассмотр, как возвращение азербайджанцев из покинутых регионов нынешней Армении, ну и так и требования возврата их имущества и компенсации. В принципе, здесь, опять же, возвращаясь к тому, что если имущественные документы у граждан Армянской ССР сохранились, то в любом случае есть возможность также арбитражно уровне или же на уровне международных судов провести обращение с точки зрения требования согласно принципу международного права ути-посидеть из джюри, что, несмотря на то, что сам аспект юридически изменился, нет Армянской СССР, но есть Армянская Республика, правовые имущественные вопросы должны быть первостепенны, и согласно этим документам они либо должны вернуться на своей территории, либо же получить компенсацию. В принципе, это долгий процесс, но возможный процесс. Представленная концепция отражает стремление азербайджанского народа к восстановлению исторической справедливости и реализации неотъемлемого права на возвращение на свои исконные земли. Ею реализация позволит мирным путем устранить последствия трагических событий прошлого, связанных с насильственным изгнанием азербайджанцев из Армении. Реализация положения концепции будет способствовать укреплению мира и сотрудничества на Южном Кавказе при поддержке и контроле со стороны международного сообщества. Это послужит гарантией предотвращения повторения трагедии насильственного переселения людей в будущем. Редактор субтитров А.Семкин